Денис Владимирович Пушилин дал нам возможность открыть инвалидную организацию. На первых порах мы бы хотели заниматься ампутантами, то есть теми ребятами, которые остались без ног, без одной или двух ног, выше колена, ниже колена, разницы нет, чтобы мы могли ставить на ноги наших бойцов здесь, в Донецке, а не смсками ходить по России, собирать деньги, выпрашивать, с протянутой рукой ходить. Также у нас здесь есть своя протезка. У нас в планах есть отправить на обучение пару наших бойцов, которые обучились бы протезированию и могли здесь сами, то есть это люди мотивированные, которые будут с искренним сердцем, от души стараться делать все, чтобы наши бойцы здесь становились на ноги. И мы будем просить у главы здания, где у нас была бы, где бойцы, вот раненый боец кушал бы, занимался бы спортом, у него проходят здесь реабилитацию, здесь же у него столовая, пока он здесь в этом цикле на ноги не встанет, то есть он отсюда не уйдет, и он будет становиться на ноги. Это отдельная такая тема, скажем, моя мечта, чтобы Донецк дала новую школу по реабилитации именно ампутантов. Почему ампутантов? Потому что это такая тема, которая реально, скажем, не охвачена в Донецке. Хотя у нас очень много бойцов, которые подорвались, получили ранения, то есть у нас говорят, инвалид, инвалид, а я всегда им говорю, ребята, это не инвалиды, это раненые бойцы. Это бойцы, получившие ранения, выполняя задачи по защите рубежей нашей Родины. И слово инвалид к ним неприемлемо. Хотя, с другой стороны, слово инвалид тоже имеет свою определенную историю. В то время инвалиды это старые бойцы, которые служили 25 лет. У них там другая интересная тема. И подход к раненым должен быть абсолютно другой. Я понимаю, допустим, наши врачи, они устали от такого большого потока наших раненых. У нас и не так много врачей, и зарплаты маленькие. Это все мы понимаем. Но наш народ немножко не понимает. И некоторые наши депутаты, в том числе министерские круги, они не совсем понимают, что такое раненый боец. То есть к раненому бойцу дотрагиваться до него надо как перышко. И то это перо будет красное от крови. Поэтому я очень благодарен Денису Владимировичу Пушилину, что он дал возможность нам открывать эту организацию. Сейчас уставы организации находятся у юристов. Среди учредителей этой организации Чечерина, Михайловская, Ирина Беднова. И еще несколько человек. В том числе я хотел бы попросить Александра Сергеевича Ходоковского, Скифа, командира моего, чтобы он принял участие в учреждении. Здравия желаю, товарищ Сладков. Здравия здорово. Ничего себе. А я думал, ты в Москве, брат. Я хотел бы попросить Александра Сергеевича Ходоковского, чтобы он тоже был учредителем нашей организации. И есть очень много интересных вещей, которые мы потихонечку, помаленечко начали разбираться. Чтобы мы начали сами заниматься своими ранеными, не возлагать это на плечи государства, республики, главы или еще чего-то. Чтобы мы могли вместе... Посидь вас. Дай погонить. Да не дам погонить, не трогай. Не трогай. Поломаешь. Да не поломай. Ну хватит, что тут. Слушай, а вы похожи с Юрой Котенковкой. Ну у них этот... Котеноку грозит. В принципе, вот что я хотел сказать. То есть мы планируем сами ставить людей, наших бойцов на ноги, сами начинать уже работать о заботе о раненых, о семьях погибших, о раненых и семей, которые погибли, где бойцы погибшие. Чтобы мы могли опять-таки укрепить наше братство. Потому что ты сказал, передай привет нашим бойцам, да? А я им хочу сказать, что мы... Наш пот, кровь, мозоли, боль, потери и смерти наши, они не видны и не оценены. И никто в этом не виноват. Мы сами будем потихонечку объединять наше братство, начинать заботиться о нас. Говорят там, вот, никто вас туда не посылал, никто там, кто вас заставлял это делать или т.д. и т.п. Долг сердца заставлял, душа заставляла. Вот, и они пошли. И наш долг, наш долг, это братство укрепить. Потому что нас становится меньше, наши бойцы. Скоро, скоро. Вот представь себе ситуацию, брат. Один человек побыл один год на позициях, он уже становится инвалидом. Почему? У него будут проблемы со здоровьем. Потом, потому что он находится год в сырости, в холоде, в зное, в жаре, копает днем и ночью. Это грыжа позвоночника. Это как и что-то там с сердцем, это с давлением, это еще. То есть, ты... Обращения в больницу, они еще на самом деле не такие частые. Скоро их будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Поэтому мы должны будем подготовить уже несколько вариантов решения этих проблем, которыми мы будем заниматься. Первое из них, это ампутанты. И я реально благодарю, я искренне благодарю Дениса Владимировича Пушилина, главу Донецкой Народной Республики, нашего главнокомандующего, за то, что он поддержал нас в этой инициативе. Можно там говорить по-разному. Там вот, допустим, я лег под голову, я там подлизывался или еще как-то. Но для меня, как раненого бойца, очень важно, тем ампутанта, что я могу здесь встать на ноги. Для меня это важно. Спасибо большое. Честь имею.